Друзья, всех приветствую! К нам на Экзегет пришел вопрос. Выявили онкологию. Что делать? Как избавиться от страха смерти, уныния, тоски? Как избавиться от страха смерти, уныния, тоски? Все равно нам всем придется идти к Богу. И всех нас ждет и страх смерти, и какое-то уныние от осознания, что я смертен, и тоска. Знаете, я очень часто вспоминаю слова апостола Павла, я их сейчас прочитаю. Он пишет, «Так как для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Дело все в том, что для христианина, который верит в вечную жизнь, эта вечная жизнь будет именно со Христом. И когда человек здесь, во временной жизни, постоянно общается со Христом, тогда постепенная вечность становится именно приобретением. То есть смерть, как пишет апостол Павел, она не вызывает какого-то страха, не вызывает какого-то отчаяния, а даже определенный какой-то интерес. И появляется настоящее ожидание встречи со Христом. Собственно, мы в символе веры так и поем. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». «Чаю», по-русски «ожидаю». Вспомните, как маленькие дети ожидают дня рождения. День рождения еще не наступил, а они уже к нему готовятся, составили список гостей, которых позовут, достали родителей разговорами о подарках. Они именно ожидают. И апостол Павел пишет, «Вера наша — это осуществление ожидаемого». Мы знаем, что будет смерть. Это ни для кого не секрет. Но мы должны не о смерти думать, а о встрече со Христом, которая будет сразу после смерти, и осуществлять это ожидаемое здесь. Так что рекомендую тому человеку, которому выявили онкологию, как можно чаще причащаться к святых христовых тайн. То есть постоянно соединяйтесь со Христом. И раз здесь, вы это заметите, причастие будет давать вам радость, оно же и утешит вас, потому что если здесь соединяйтесь со Христом, вы радуетесь, значит, и после смерти, когда с ним встретитесь, соединитесь, это тоже будет радостной встречей. Это будет вас успокаивать и утешать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok